Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире вечерний выпуск новостей программы «Время». Советский Союз как государство сделал первый шаг к рыночной экономике. Основным событием дня стало принятие Верховным Советом СССР закона о дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны. Верховный Совет СССР, согласно этому закону, делегирует президенту страны сроком до 31 марта 1992 года, я цитирую по закону, право оперативно издавать указы нормативного характера и давать поручения по вопросам собственности, организации управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой системы, оплаты труда и ценообразования, а также укрепление правопорядка. В том, однако, случае, когда Верховный Совет СССР не признает необходимым установить иные правила, либо не рекомендует президенту изменить или отменить принятое им решение. Иными словами, речь идет о предоставлении главе государства дополнительных полномочий на период перехода страны к рыночной экономике. Учитывая важность этого события, мы рискнули напомнить вам фрагменты вчерашнего бурного заседания Верховного Совета, тем более, что репортаж о нем шел вчера поздно вечером по второй общесоюзной программе. Новый закон о дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны, за принятием которого мы все следили вчера, дает президенту право издавать обязательные для исполнения указы по вопросам собственности, оперативно управлять бюджетно-финансовой системой, ценообразованием, оплатой труда, всем народным хозяйством. До понедельника у него этих прав не было. Убедить парламент в необходимости такого решения было нелегко. Не считаете ли вы, что сосредоточение абсолютной власти в лице одного человека, она проведет в дальнейшем обострении обстановки в нашей стране? Не лучше ли было бы расширить права Верховного Совета по контролю за деятельностью правительства? Президент разъяснил свою позицию. В условиях политического и экономического кризиса, роста преступности, нельзя браться за переход к рынку и переустройство Союза без сильного центра власти, способного оперативно принимать решения. Поэтому я прошу принять это решение. И я вас уверяю в том, что оно будет использовано, это решение и эти делегирования полномочий с должной ответственностью. Раздражение нашими бедами многие автоматически переносят на все центральные органы власти и скептически оценивают их способность что-либо изменить в нашей жизни. Доверия нет правительству ни к чему. То есть что дальше будет, как будет дальше, значит только можно гадать и молиться Богу. Этот Верховный Совет надо распустить. Не все поддерживают передачу президенту дополнительных полномочий, но в целях более решительного проведения реформы люди считают это оправданным. Я считаю, что права ему нужно дать. Мы протопчемся очень долго на месте, поэтому полномочия особые для того, чтобы это ускорение, обязательно нужны. Верховный Совет СССР предоставил президенту право действовать. Конечно, наша программа не претендует на глубокий социологический анализ, однако я знаю, что многие люди придерживаются иного мнения. Это происходит очевидно от недостатка информации. Как известно, отсутствие информации порождает слухи. И многие люди пока еще не разобрались в самих положениях этого закона. Да что говорить, даже журналисты совершают ошибку. Вот сегодня утром в программе 120 минут была допущена грубая ошибка. Да, и в других средствах массовой информации неправильно интерпретируют этот закон. Поэтому мы пригласили в студию Юрия Владимировича Голика, одного из авторов этого закона, председателя Комитета Верховного Совета СССР по правопорядку и борьбе с преступностью, с просьбой прокомментировать этот закон. Я думаю, самый простой и самый эффективный путь ознакомиться с законом, это взять текст закона и прочитать. Надеюсь, что завтра во всех газетах будет опубликован этот закон. И вот я бы рекомендовал при чтении этого закона обратить внимание на несколько позиций. Их всего лишь пять. Какие это позиции? Здесь указана цель, для чего принимается этот закон. В целях стабилизации положения в стране. Здесь указывается средство, право предоставленное президенту оперативно издавать в соответствии с Конституцией указы нормативного характера. Это новелла, будем говорить так, для нашего законодательства. Здесь есть четко ограниченный во времени период действия этого закона. До 31 марта 1992 года. Здесь есть четкое перечисление направлений, по которым Верховный Совет СССР делегирует свои полномочия на этот период президенту. Их несколько. По вопросам отношений собственности, организации и управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой системы, оплаты труда и ценообразования, укрепление правопорядка. И наконец здесь есть форма контроля со стороны Верховного Совета над издаваемыми президентом указом и над отдаваемыми президентом распоряжениями. Ну, очевидно, наша страна не первопроходится в этой области, потому что, насколько я знаю, в свое время Конгрессом США президенту Рузвельту были делегированы чрезвычайные полномочия, когда он вводил страну из Великой Депрессии, насколько я знаю. Ведь страна нуждается в твердой власти именно в такой период. Вы совершенно правы, но вот вы опять, следуя пути, проделанному уже вашими коллегами-журналистами, заговорили о чрезвычайных полномочиях. Здесь нет даже упоминания о чрезвычайных полномочиях. Здесь речь идет в этом законе лишь о делегировании части, очень небольшой части, полномочий Верховного Совета. При этом Верховный Совет полностью сохраняет за собой эти полномочия и в любой момент может вмешаться. А практика такая существует во всем мире, там, где существует президент и парламент. И никогда не выливалась она во что-то такое экстраординарное и необычное для государства. Многое зависит от парламента и от форм парламентского контроля за деятельностью президента. Ну, я надеюсь, наш парламент, наш Верховный Совет СССР, он достаточно опытен в этих вопросах. И все-таки люди видят главную опасность в этом законе, что он может, ну, что ли, так сказать, представлять угрозу суверенитету республик. Ведь суверенитет был выстрадан, если прямо так скажем. Нет ли в этом угрозы? Я бы сказал так, что угроза суверенитету республик в настоящее время действительно есть. Но она исходит от самих республик, а ни в коем случае не от Верховного Совета СССР и не от президента. Потому что уже те поспешно принятые декларации, я имею ввиду поспешно в торопливости и непроработке законодательных положений, декларации о суверенитете, которые приняли почти все союзные республики, о некоторых нормах этих деклараций сами республики и сами граждане этих республик уже стараются не упоминать. Слишком динамичное наше время. Спасибо, Юрий Владимирович, за то, что вы пришли к нам в студию, несмотря на недостаток времени. От тех закона я оставляю вам на память. Спасибо. Мы продолжаем программу. Сегодня депутаты Верховного Совета СССР продолжали свою работу. Они обсуждали проект нового союзного договора. И на заседании было внесено три предложения по изменению названия Союза Советских Социалистических Республик. Первое предложение внес Михаил Сергеевич Горбачев. Он предложил назвать страну Союз Суверенных Социалистических Государств. Казахская делегация предложила другое номинование. Союз Советских Суверенных Республик. И группа радикальных депутатов предложила назвать страну Союзом Евроазиатских Республик. В обсуждении принимают участие представители 12 из 15 союзных республик. И депутаты трех прибалтийских республик на заседании не присутствовали. Думается, что сегодняшнее пленарное заседание Палат Верховного Совета СССР можно назвать в определенной степени этапным. Ведь впервые депутаты приступили к рассмотрению нового, важнейшего, я бы сказал, пласта проблем. Это проблемы союзного договора. Известно, что в течение длительного времени шла подготовительная работа над этим вопросом. Она велась в соответствующей группе, где шли консультации с делегациями союзных республик. В процессе этих консультаций выяснялись позиции, сопоставлялись точки зрения, своеобразие подходов к союзному договору разных республик. Теперь материал обобщен и роздан депутатам для рассмотрения. Как отметил руководитель работы Рафик Нишанович Нишанов, удалось выяснить позиции 12 республик, кроме прибалтийских, которые не приняли участие в консультациях. Главным итогом работы, как апреля докладчик, следует считать известную степень согласия по коренным вопросам, связанным с союзной компетенцией. Вместе с тем удалось добиться определенных шагов вперед в определении таких сложных вопросов, как, например, конкретная суверенность и права союзного государства. Вообще трудно решались вопросы, связанные с компетенцией и объемом этих прав. В любом случае, отметил товарищ Нишанов, сегодня мы намного ближе к цели, чем до начала той работы, которую уже проделали. Все мы призваны занять четкую позицию и использовать свой авторитет в деле созидания новых демократических и гуманных межнациональных отношений. Всем нам, в том числе и народным депутатам союза и республик, местных советов, предстоит проделать сложную и ответственную работу, суть которой в определении выбора путей развития не только нынешнего, но и многих будущих поколений. Осознание этой высокой ответственности, настрой на мир и согласие, на терпимость и готовность к компромиссу, первоочередная забота об улучшении условий жизни и безопасности граждан. Вот те исходные условия и ценности, которые должны быть в основе всех наших действий. Вопросы депутатов были деловиты, конкретны. Представители республик излагали те требования, которые, по их мнению, должны быть соблюдены при вхождении в союзный договор. Особо стоял вопрос о судьбе автономных и других субъектах федерации. Докладчик отметил, что речь может идти не о 15 участниках союзного договора, а о 53 по числу автономных образований. Но вопрос о том, кому подписывать союзный договор, должен быть решен особо. Беспокойство депутатов неизбежно вызывали вопросы выравнивания стартовых условий для республик и автономии при переходе их к рынку и при создании союзного договора. Говорили о необходимости образования для этих целей общесоюзного фонда. Вот хотел сказать неожиданно, но сразу подумал, нет, не неожиданно, а оправданно заняло в депутатской дискуссии свое место, недавняя публикация брошюры Александра Саевича Соложеницына в «Комсомольской правде» и литературной газете. И закономерно заняла она свое место в сегодняшней дискуссии потому, что ведь и он высказывал в своей брошюре взгляд на будущее нашей страны, некоторых ее народов и в первую очередь России. В этой череде выступлений выделю то, что сказал депутат Олейник. Уже в начале рассматриваемой работы насторожил следующий тезис. Отделение 12 республик, к этой кажущейся жертвой Россия освободить себя для драгоценного внутреннего развития. Странно, до ныне я знал, что в нашем сообществе 15, а не 13 и 12 республик. Куда же удалились еще две? Может, случайно уговорился писатель? Нет, к глубокому сожалению не уговорился, ибо уточнил, цитирую, и вот за вычетом этих 12 свиречь, цитирую, три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да еще Молдавия и с натяжкой усожениться на Казахстан, цитирую дальше, и вот за вычетом этих 12 продолжает писатель, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна слово. Слово русский, уточнил это он, веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов. Или Россия, или по верному смыслу теперь Российский Союз. Вы говорите, в Литве и Польше белорусы и малороссы осознавали себя русскими и боролись против ополячения и окатоличения. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем как воссоединение. Позвольте, но как могли осознавать себя русскими, исконные украинцы, исконно живущие на бригах Днепра, за более чем семь столетий до рождения Москвы, основанной, кстати, киевским князем, а потом уже ставшей столицей русского государства. Неужели Александр Исаевич не осознает, как он наотмашь оскорбил моих земляков из Западной Украины? Между прочим, не к лицу писателю такой величины пренебрежительно отзываться о великом казахском народе, о грузинском великом народе, о молдавском великом народе и вообще об азиатском подбрюши. Не к лицу и не позволительно, ибо это унижает национальное достоинство и ведет ужив правду к сепаратизму. Если, уважаемый Александр Исаевич, под шапкой Российский Союз имел в виду братство славянских народов, к которому мы стремились и стремимся всегда, то он, к сожалению, убивает клин между русскими, белорусами и украинцами и не в последнюю очередь льет в воду на мельницу русофобии. Учитывая просьбы депутатов, и в частности депутатов из Казахстана, чтобы высказаться по вопросу, который многие сочли острым, слово взял Михаил Сергеевич Горбачев. Я заранее уже могу сказать, сегодня для меня тут выбор сделан давно и навсегда. Я за союз суверенных государств, обновленный союз, где бы все чувствовали себя, хорошо все народы, и реализовали бы свой потенциал, каждая нация интеллектуальный, все то, что заложено в каждом народе, а каждый народ по-своему уникален и велик. И я рассматриваю этот союз суверенных государств, как единое многонациональное государство. Вот диалектика того моего понимания. Теперь, что касается публикации в Ковсобольской правде брошюры Александра Исаевича Солженицына. Так она названа, брошюра. Я бы хотел кратко. Это заслуживает очень серьезного вообще анализа, оценки, размышлений. Брошюра требует этого, и личность автора требует серьезного анализа. Сейчас я ограничусь лишь первоначальной реакцией на этот счет. Я, прямо скажу, после двукратного прочтения с пометками по этому тексту и своими раздумиями над всем этим, я испытал и меня обуревали, и обуревали до сих пор очень противоречивые чувства. Я надеюсь, что и вы это же испытали. Убежден даже, что это так именно. Я, как русский, воспринимаю боли, тревоги за судьбу русского народа, за судьбу России. Полностью воспринимаю и мог бы от себя это сказать, хотя и мне приходилось об этом уже говорить. Но в то же время, как русский, решительно не могу согласиться с позицией Александра Саича в отношении других народов. И это все-таки неуважительная позиция. Это по самым мягким оценкам. И с этим я не могу согласиться. Тут кое-кто вспоминает о своих корнях и о том, о той среде, где он рос, формировался. Я родился и вырос на Серном Кавказе. Известно, что это за край, сколько там народов проживает. В том числе там и знаменитый наш Дагестан. Чуть не сказал во главе с Расулом Гамзатовым. Ну, большой ошибки бы не было. Где Бог, распределяя языки по земле, и когда увидел, что он все облетел уже, все места и все народы распределены, он взял, вытряхнул и все, и что осталось, и там сразу в каждом ущелье своя народность. 35 народов. Вот среда, где я рос и формировался, и в то же время корни мои по линии матери в Чернигове по линии отца в Воронеже. Вот ситуация, понимаете. И это мы. И это мы все такие. Потому что это наша страна. Она через века прошла. Она вот такая. И поэтому я стоял и стою. Ходить по человеческим судьбам, по этой земле, с моделями, да еще какими-нибудь ножницами или с плугом попытаться делить и размежевать, это не только. Это глубочайшее заблуждение. Недопустимое. И мы уже почувствовали. Вы знаете, что только 30% границ у нас установлено государственным государственным актом. Все остальное местными органами решалось. И люди живут. И не знают даже этого. Вот давайте сейчас как заявим и начнем границы только. Да мы дальше уже не продвинемся. Это уже достаточно одного вопроса. Поэтому я вот с этой позиции не могу. В каждом из нас русском мы уже, у нас генами уже заложено это восприятие своей страны во всем ее, во всей ее масштабности, обширности, многоголосии, языков, культур, людей, обличий. Вот это все мы. И мы чувствуем себя хорошо в этой стране. У нас не возникает, мы так выросли, никаких отрицательных комплексов. Они, если возникают, то в силу того, что у нас прошлая история, наряду с тем, что вот это все происходило, и оно не только в последние стилетия, все столетия накопились и проблемы, на которые своевременно, демократически не были ответы, найдены и не решены. Мы это должны сделать. Это да. Это так. И я думаю, не предмет спора, что нам возвращаться к губерниям царской, царской России. Нет. И я разделяю позицию Ильича, который до последних своих сдохов сражался за то, чтобы каждый народ в этой после революции чувствовал себя свободно, уверенно глядел в будущее. И поэтому я думаю, путь наш верный, надо все додумать спокойно, ответственно, до конца дорешать все. Я уверен, мы уже на подходах к тому, что мы выйдем. Несмотря на все те боли, трагедии, потери уже и потери жертвы. Как политику мне чужды политические взгляды Солженицына. Он весь в прошлом. Прошлая Россия, царская монархия. Для меня это неприятно. я себя чувствую демократом, больше того, склонным, так сказать, с такими радикальными взглядами. И на сегодняшний, и на будущий. Но это мне не мешает, а наоборот, помогает сочетать с той великой ответственностью и взвешенностью, которую, я считаю, я должен проявлять, находясь в той роли, в которой оказался по вашей воле. Поэтому, я думаю, вы понимаете. Мне неприемлемы, как политику, его взгляды на будущее наше, на национальное государство. эти взгляды далеки от реальностей. Там много конструирования вне контекста, в котором страна находится и как она сложилась. И я больше скажу, эти взгляды, в общем-то, по своему содержанию, если так вдуматься, носят разрушительный характер. Разрушительный характер. И вот, понимаете, много очень интересных рассуждений, очень глубоких мыслей, очень таких схваченных этим, все-таки, несомненно, великим человеком тенденций. И это не спасает эту брошюру в целом, поскольку вот это в главном здесь очень много того, что я, например, не могу применять. И на нынешнем этапе, это последнее мое отсуждение как политика, я вижу новую роль и новую ответственность Российской Федерации и русского народа. я обязательно должен в таком сочетании сказать, потому что Российская Федерация это не только русский народ, но и десятки народов, сотни народов. И я вижу эту новую роль и новую ответственность. и мне думается, когда-то я говорил, что самая большая опасность, если мы заведем Россию. Долго пытались расшатывать, со всех углов подбрасывали. Вот она. Но я уверен, все равно и в этом случае, и на этот раз Российской Федерации русские, где бы они ни жили, они окажутся верны интернационализму, дружбу, сотрудничеству, открытости, той самой продемонстрируют все те богатства и потенциалы русской души, которыми обладают. И я это произношу с гордостью вслед за Достоевским. Это созвучно, хотя это не цитата. Сердце русского более других народу открыто, братству сотрудничествует. Я подтверждаю, что это так и сегодня. Хотя есть и обиды уже, появились новые, думаю, преодолеем, все сбросим, мы на правильном пути. На вечернем заседании дискуссия была продолжена. Она оказалась не менее острой. Депутаты внесли немало принципиальных предложений, которые существенно продвинут вперед работу над союзным договором. В результате было принято постановление Верховного Совета, одним из положений которого образуется подготовительный комитет для заработки концепции и первоначального варианта союзного договора. В комитет войдут полномочные представители союзных республик и автономных образований, что очень важно. В комитет войдет президент страны, председатель Верховного Совета, Совета национальностей и Совета министров. Срок образования комитета 1 октября. Завтра сессия продолжит работу. По-прежнему пристальное внимание средствам массовой информации уделяют ситуации в Персидском заливе. Как заявило агентство Ройтер, иракские оппозиционные группировки преодолели свои разногласия с целью создания единого фронта против президента Хусейна. Как заявил шиитский лидер Аятулла Мохаммад Таки Аль Мудраши, представители исламских, курдских и коммунистических группировок встретились в Дамаске с целью создания оппозиционного правительства в эмиграции. По его словам, оппозиция пользуется поддержкой полутора миллионов иракцев, в том числе 60 тысяч человек, бывших солдат, дезертирующих из армии из-за диктатуры Хусейна. Министерство иностранных дел Южной Кореи официально объявило о том, что страна предоставит 220 миллионов долларов в течение двух лет на поддержку операции «Щит пустыни». Кроме этого, Южная Корея выделяет 100 миллионов долларов в рамках оказания финансовой помощи Египту, Иордании и Турции. Это прямая, первая прямая военная помощь оказанная Кореей с тех пор, как Сеульская администрация посылала свои войска во Вьетнам в 65-74 годах. Министр обороны Франции, комментируя участие французских войск в международных силах в Персидском заливе, заявил, что их действия носят не наступательный, а оборонительный характер. Он отметил, что французский военный контингент будет подчиняться исключительно военному командованию, хотя он не исключает, что будут продолжать скандинировать свои действия с военным командованием Саудовской Аравии, США и Великобритании. Отвечая на угрозу президента Ирака Саддама Хусейна нанести удар по ближневосточным нефтяным месторождениям, а также Израилю, газета САН отмечает, что Ирак сейчас располагает оружием, равным по мощности атомной бомбе. Речь идет об авиационной бомбе Air Fuel, которая оставляет воронку размером с 10 футбольных полей. Президент США подчеркнул, что не может быть и речи о переговорах с Ираком до тех пор, пока не выведет полностью, немедленно и безоговорочно свои войска из Кувейта. Как сообщает телекомпания CBS, цены на нефть поднялись на мировом рынке до самого высокого уровня за последние десятилетия. Они возросли почти до 40 долларов за баррель. Это связано с угрозами Саддама Хусейна нанести удар по Израилю и по саудовским нефтепромыслам, отметил комментатор телекомпании, подчеркнув, что сейчас средняя цена за галлон бензина в США достигла небывалого высокого уровня. Совет Безопасности ООН единогласно принял решение передать комитету по санкциям рассмотрение вопроса об оказании помощи странам, экономика которых пострадала в результате введения санкций против Ирака. Не всякого сомнения, сегодня трудно найти в Америке людей, которые бы симпатизировали режиму Саддама Хусейна или по крайней мере были безразличны к нему. Но значит ли это, что Америка созрела к войне? Созрела к тому, чтобы наносить удары и приносить жертвы? Я не говорю, что война неизбежна, я говорю, что сейчас она более вероятна. Надеюсь, ничего уж очень страшного не случится. Ну, постреляют, наверное, или еще что-то в этом роде. Надеюсь, от агрессивных действий воздержатся обе стороны. Эти люди не в себе, у них слишком много денег и слишком много власти. Уверена, войны не избежать. Если мы будем говорить, вести диалог, тем больше шансов избежать войны. Но диалога явно не получается. США, похоже, уже перестали верить в его возможность. Во всяком случае, дипломатические шаги последнего времени были направлены больше на укрепление готовности к боевым действиям, а не к поискам мира. Все больше укрепляется впечатление, что время работает на Ирак. Реальный эффект от экономической блокады можно ожидать не ранее, чем через год или около того. А что пока? Пока огромные расходы на содержание армии в Персидском заливе. И уже первые признаки пагубного влияния кризиса на экономику в США. А что, если блокада вообще окажется неэффективной? Хуже того, неопределенность длиной в год слишком долгий срок, чтобы удержать международную антииракскую коалицию. Да и нетерпеливое общественное мнение в самой Америке к тому времени скорее всего откажет в поддержке своему правительству. Уже только эти соображения могут подтолкнуть США к более решительным действиям. Ну а кроме того, очень похоже, что даже если Ирак выведет войска из Кувейта, что маловероятно, это едва ли удовлетворит Соединенные Штаты. Выступая перед Конгрессом, президент Буш подчеркивал, что США хочет положить конец распространения оружия массового уничтожения. Но едва ли можно выполнить эту задачу в Персидском заливе без применения силы, имея в виду, что именно Ирак располагает большими запасами химического оружия и стоит на пороге создания ядерного. Как бы то ни было, ощущение надвигающихся событий растет, чему совершенно очевидно способствуют высшие эшелоны власти. На днях, к примеру, Пентагон собрал весь журналистский корпус на учение морских пехотинцев. Шла отработка захвата населенного пункта. И уже дело каждого было предполагать, идет ли речь о городе в Кувейте или Ираке. Ситуация становится все более и более опасной. Военные столкновения очень и очень вероятны. Еще несколько сегодняшних сообщений. Переговоры между Литвой и Советским Союзом начнутся в конце этой недели или в крайнем случае в начале следующей недели, заявила премьер-министр Литвы Казимира Прунскене после встречи в понедельник в Кремле с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Ранее председатель Верховного Совета Литвы Лансбергис сообщил средствам массовой информации, что из-за кризиса в Персидском заливе, а также обсуждения программы перехода к рыночной экономике, переговоры переносятся на дальний план. Попытку угона рейсового самолета аэрофлота совершил сегодня 53-летний житель Хабаровского края Поляков. Он потребовал изменить курс самолета, направлявшегося по маршруту Ленинград-Архангельск и совершить посадку в Стокгольме, угрожая взрывом воздушного лайнера. Экипажу удалось убедить угонщика в необходимости дозаправки топливом в Архангельске и где он был обезврежен. Все 66 пассажиров были освобождены. Как видно, уроки предшественников не идут впрок. С сегодняшнего дня вступило в решение в силу решения внеочередной сессии Карелии, Верховного Совета Карелии о прекращении поставок лесоматериалов, бумаги и продукции машиностроительных предприятий городам и областям Российской Федерации. Это вызвано практическим отказом в снабжении продовольствием и табаком по фондам. За последний месяц-два в Петрозаводске в других городах и селах автономной республики исчезли многие продовольственные товары повседневного спроса. В этих условиях все большее количество трудовых коллективов, леспромхозов, промышленных предприятий предупреждают о забастовках. А вызвано все это напряжение тем, что в Карелию, выполнившую свои договорные обязательства на 98%, практически прекращены ответные поставки продуктов. И вот неделю назад на внеочередной сессии Верховного Совета Автономной Республики, рассмотревшей меры по выходу из чрезвычайного положения с продовольствием, как вынужденное, была принята ответная мера. Председателю Верховного Совета Российской Федерации Ельцину и председателю Совета Министров Республики Силаеву была отправлена правительственная телеграмма. В ней говорилось, что если Карелия не получит обещанного по фондам, то с 24 сентября прекратит отгрузку лесопродукции, газетные бумаги и строительных материалов. Я думаю, что это не решит самой проблемы, а вносить еще одну каплю вот в этот снежный ком, который сегодня идет по невыполнению договорных поставок, я считаю, это совершенно политически неправильным решением, потому что это вызовет опять же ответные действия со стороны тех, кто не получит нашей бумаги. Проблемам экономической самостоятельности РСФСР и автономных республик посвящена открывшейся сегодня в столице Бурятии Всероссийская научно-практическая конференция. Все большую тревогу общественности страны вызывает использование атомных электростанций, однако по сообщению Госкомстата СССР в Советском Союзе атомные станции вырабатывают лишь 12% электроэнергии. Для сравнения во Франции 73, но цифры ничего не говорят, если нет уверенности в надежности станций. Слишком тяжела еще память Чернобыля. Важные неожиданные результаты получили участники экспедиции, исследуя на научном судне Академии Крылов экологическую обстановку в Финском заливе. Возвратились они в Ленинград с большим уловом, который, увы, не радует, а свидетельствует о катастрофическом загрязнении поверхности дна тяжелыми металлами, пестицидами, гербицидами. Погружаясь в подводном аппарате, ученые впервые зафиксировали нарушение донных ландшафтов. Таковы плоды нашей хозяйственной, а точнее бесхозяйственной деятельности. Некоторые районы Финского залива ощутили радиоактивное дыхание Чернобыля. К этому выводу пришли ученые Центрального научно-исследовательского института имени Крылова и Всесоюзного геологического института, ставшие инициаторами экспедиции. Потребляя в пищу зараженные биологические объекты, мы подвергаем воздействию радиоактивности отдельные органы в своем теле, желудок, кишечник, печень и так далее. Это очень неприятная ситуация, это вызывает целый ряд известных очень серьезных заболеваний. Но дело заключается в том, что ведь можно исключить из трофической цепи какие-то регионы. Допустим, запретить лов рыбы в каком-то районе Финского залива. Такие предложения у нас уже есть по конкретным районам. Таким районом в частности является Лужская губа. Это часть Финского залива. Начиная с будущего года ученые Ленинграда и Финляндии решили проводить морские геоэкологические патрули. Это поможет лечению криминогенных нарывов, образовавшихся после Чернобыльской катастрофы в Финском заливе. Веселые, отдохнувшие, окрепшие возвращаются ребята домой проведя в Голландии месяц в рамках гуманитарной акции «Дети Чернобыля». Все это время они были гостями голландской скаутской организации. Месяц пролетел быстрее, чем ожидали дети. И вот встреча на родной земле столицы Беларуси. Ясно и очевидно одно, что проведена очень нужная, очень полезная работа для детей Чернобыльской зоны. И очень хочется, чтобы такая акция продолжилась. Сегодня в Ереване начал работу очередной 29-й съезд Компартии Армении. С политическим отчетом выступил первый секретарь ЦК Компартии Республики Мавсисян. К своему очередному съезду Компартия Армении пришла в состоянии глубокого кризиса, связанного, как отмечают программные документы съезда, с общим кризисом тоталитарной системы. Бурные события в общественно-политической жизни Республики последних лет вызвали к жизни различные течения в партии, и некоторые из них пришли на съезд со своими программами и уставами, что грозит, если не развалом, то, по крайней мере, расколом партии. С основными положениями программы Компартии Армении выступил и ее нынешний Центральный Комитет. Компартия Армении, говорится в этом документе, считает необходимым существование Республики Армения на нынешнем этапе исторического развития армянского народа в составе конфедерации суверенных республик. Окончательный статус Компартии Армении в составе КПСС или вне ее, впрочем, как и само название партии, соответствующая новой программе, определит съезд после подведения итогов общепартийного референдума по этим вопросам. Референдум намечается провести в первой ревиции съезда в течение ближайших недель. В работе съезда принимает участие товарищ Шенин. Завтра съезд продолжит работу. Сегодня в Кремле состоял с встречи президента СССР с премьер-министром республики Сингапур Ли Куан Юм. Михаил Сергеевич Горбачев отметил, что советско-сингапурские отношения имеют хорошую перспективу. Отношения между двумя столь разными государствами были оценены в контексте общих перемен в Азии и во всем мире. Была обсуждена ситуация в Персидском заливе. Оценки кризиса здесь по существу совпадают. Президент и премьер-министр считают возможным его преодоление мирным путем. Михаил Сергеевич Горбачев и Ли Куан Ю выразили удовлетворение результатами официального визита и характером их первой личной встречи. Михаил Сергеевич Горбачев сегодня встретился в Верховном Совете с возглавляемой Кейдзо Абути группой депутатов парламента Японии от Либеральной Демократической партии находящихся в Советском Союзе в связи с Неделей культуры Японии. В краткой беседе высоко оценено значение такого рода инициатив с участием авторитетных деятелей для развития добрососедства и взаимопонимания между народами. Президент подтвердил свое намерение посетить Японию весной будущего года рассчитывая, что это станет важной вехой в советско-японских отношениях улучшения которых необходим и важный элемент нового мирного периода истории. Глава делегации передал советскому президенту послание от видного деятеля ЛДП Синтаро Абе. Сегодня состоялась беседа председателя Совета Министров СССР Рыжкова с председателем Совета Министров НРБ Лукановым, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Главы правительств отметили, что осуществляемые в обеих странах преобразования требуют пересмотра и обновления механизма двустороннего сотрудничества, который должен отвечать условиям рыночных отношений. При этом следует сохранять все положительное, что вошло в практику традиционного советско-болгарского взаимодействия. В этой связи отмечена важность межправительственного соглашения о переходе с 1 января 1991 года на новый механизм взаимных экономических связей с применением расчетов в свободно конвертируемой валюте по текущим мировым ценам. Более полное сообщение об этой встрече публикуется в печати. сегодня премьер-министр республики Сингапур Ли Куан Ю отбыл из Москвы в Ленинград. Гости провожали товарищ Рыжков, другие официальные лица. На летном поле был выстроен почетный караул войск московского гарнизона. Оркестр исполнил гимны двух стран. Церемония проводов завершилась с прохождением почетного караула. На 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжается общеполитическая дискуссия. Сегодня на ней выступил министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. В своей речи товарищ Шеварднадзе подчеркнул, что за минувший год при активном участии ООН мир совершил громадный шаг вперед от сотрудничества к взаимодействию и партнерству в решении острейших глобальных проблем. Локомотивом этих позитивных перемен, сказал он, стало новое качество советско-американских отношений. Однако серьезным ударом по всем обретениям человечества последнего времени стала неспровоцированная агрессия Ирака против Кувейта. Совершен безусловно без преувеличения террористический акт против нарождающегося нового мирового порядка. Это крупнейший вызов человечеству. Если мы не найдем на него ответа и не справимся с ситуацией, то цивилизация окажется отброшенной на пол века назад. Товарищ Шеварднадзе от имени нашей страны призвал делегатов в сессии поддержать действия Совета безопасности ООН в настойчивых поисках политического выхода из кризиса во имя утверждения нового мышления в мировой политике. Мы вновь становимся объединенными нациями и возвращаемся к созданной нами общей мировой конституции уставу организации объединенных наций в теме положениям, которые были на время забыты, но без которых, как убеждает опыт, нельзя делать самое главное и самое нужное поддерживать международный мир и безопасность. Министр иностранных дел нашей страны подробно остановился на возрастающей роли организации объединенных наций, ее совета безопасности и специализированных органов в решении стоящих перед человечеством проблем. Он предложил делегатам конкретные меры по дальнейшему согласованию политики государств, ускорении процесса реального разоружения, в охране природы, в защите прав и свобод человека, в оказании помощи беднейшим странам планеты. Объединенные нации создавали свою организацию как институт действия. Мы должны позаботиться о том, чтобы от Нины все мы замыкали слова свои на совместные, именно на совместные действия. Нина время именно для этого сегодняшняя философия это философия действий. Генерал Войц Хирузейский объявил сегодня о сокращении сроков действия своего мандата президента. Своё решение он объяснил тем, что наступает в Польше период, когда надо переходить на новый этап общественного развития. Как известно, очередные, внеочередные президентские выборы в Польше назначены на конец декабря, и претендентами на президентский пост выдвинуты Лех Валенса и председатель Совета Министров страны Тадеуш Мазовецкий. Бывший президент Болгарии Петер Младенов не был переизбран в состав Высшего Совета Болгарской Социалистической Партии, так же, как и бывший министр обороны страны Генел Джуров, который тоже не числится в списках высшей партийной элиты. Он потерял свой министерский пост в прошлый четверг в результате формирования нового болгарского социалистического правительства. Президент Чехословакии Гавел заявил, что страна находится в тяжелой экономической ситуации. «Тормозятся и в дальнейшем будут тормозиться поставки нефтепродуктов из СССР. Мы не хотим и не можем покупать нефть из Ирака», заявил он, «потому что не хотим поддерживать еще более страшный тоталитарный режим, чем был у нас». Президент Буш заявил, что США не готовы отменить экономические санкции против ЮАР, несмотря на прогресс в процессе реформ в этой стране. Глава американской администрации после встречи с президентом ЮАР де Клерком в Белом Дове заверли его в поддержке процесса перемен, но указал, что для снятия санкций еще не выполнены все условия, установленные Конгрессом при применении соответствующего закона. Сегодня в Париже завершился международный общественный форум «Германия и Европа». Накануне встречи в посольстве СССР состоялась пресс-конференция советской делегации. В ее составе член президентского совета Александр Яковлев, секретарь ЦК КПСС Валентин Фалин и главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев. И хотя форум посвящен европейским проблемам, вопросы журналистов касались в основном ситуации в нашей стране. Сегодня ранним утром Александр Николаевич Яковлев встретился с председателем национального собрания Франции Лораном Фабиусом. В ходе беседы обсуждались проблемы международного положения, перспективы развития и сотрудничества. В 10 часов 30 минут с опозданием на полчаса из-за огромной автомобильной пробки участники форума приступили к работе. Итак, три круглых стола. Нуждаются ли Европа в Германии и Германия в Европе? Германия как сверхдержава, иллюзия или реальность и внешняя угроза, военные доктрины, вооружение. Все это важно, спору нет, но есть такая упрямая вещь как история, которая была и остается творцом судеб и государств, и людей. Объединение Германии стало возможным лишь вследствие тех основополагающих конструктивных изменений, которые нарастали в Европе в отношении к восток-западу, особенно с середины 80-х годов. Эти изменения порой драматичные, но в главном созидательные, связаны прежде всего с общей перестройкой международных отношений после 1985 года. Они открывают перед политической культурой континента новые горизонты. Президент Франции прибыл на форум прямо из Нью-Йорка, где выступал в ООН. Европа немыслимо без Германии. Европа это наш общий дом, и жизнь в нем не может идти без согласия между бывшими врагами. Но дом этот можно построить лишь в том случае, если все будут чувствовать себя в нем добрыми соседями. Сегодня же Франсуа Миттеран и Александр Яковлев имели краткую встречу. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. В пражском городском суде сегодня началось судебное разбирательство касационной жалобы обвиняемого Мирослава Штепана. Бывший член президиума ЦК КПЧ и первый секретарь пражского горкома партии является пока единственным представителем бывшего чехословацкого руководства, который был арестован по обвинению в превышении власти. 9 июля районный суд в Праге приговорил его в четырем годам тюремного заключения. 44 человека погибли и 97 получили травмы в столице Таиланда в результате взрыва нескольких емкостей со сжиженным газом-конденсатом, которые перевозились на грузовой автомашине. 11 туристов пожилого возраста погибли в результате аварии автобуса, сорвавшегося в пропасть неподалеку от известного австралийского курорта Сэрферс Пэрэдайс. В салоне автобуса находились 54 человека. 11 пассажиров погибли на месте, 21 доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. По меньшей мере 30 человек погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на северные районы Холумбии. Сегодня состоялся пробный полет аэробуса А-310. Полет, как обычно, ничего странного нет, если принять во внимание, что у советских самолетов появился свой конкурент. Что и говорить, не совсем обычно войти на борт аэробуса А-310, изготовленного западноевропейским консорциумом Эрбос Индастрии, для того, чтобы пролететь на нем из Москвы в Ленинград и обратно. Но, похоже, в наше время удивляться приходится все меньше, а вот решать многочисленные проблемы жизнь заставляет быстрее. Мы привыкли к тому, что не из чего выбирать, потому что нет конкуренции. Так вот, не углубляясь в тему, похоже, Аэрофлот нашел конкурента Минавиапрому и приобрел за границей пять широкофюзеляжных машин. А-310 вмещает около 200 пассажиров. Дальность его полетов 9250 километров без посадки. Ну, комфорт, вы его видите сами, а вот, используя пять таких самолетов на международных трассах, рентабельность, ничего не поделаешь, авиаторы освободят для внутренних линий около 10 Ил-62. Это уже решение наших проблем. И еще одно. Самолеты будут приобретаться по лизинговой системе с рассрочкой на 10 лет. А расчет с продавцами будет производиться из прибыли, получаемой от эксплуатации аэробусов. Вы договорились с Аэрофлотом о продаже вот этих пяти самолетов. Ну, а планы на дальнейшее? Планы такие, что сейчас, если реализуется продажа пяти самолетов, следующие пять уже заказаны. Вы намекаете на то, что партнерство будет традиционным и оно уже началось? Абсолютно. Ответ, я думаю, переводить не стоит. Чингис Турхуч, сейчас, когда наша страна так открыта миру, значение вашего журнала очень велико. Вы подчеркнули, что самый высокий уровень литературы... Во всяком случае, мы пытаемся, чтобы этот уровень был. Вот содержание его в девяносто первом году. Может быть, только кратко самые основные вещи. Спасибо, Минель, что вы сами сказали о том, о назначении и значимости нашего журнала. Да, это в отечественной периодике, в отечественной литературной журналистике наше издание иностранной литературы, на мой взгляд, оно занимает совершенно оригинальное место. Мне хотелось бы вот внушить нашим современникам читателям нашего журнала, что полноценное, так сказать, литературного видения они не могут иметь без нашего журнала. В этом я глубоко уверен. Наблюдая, исследуя этот процесс, могли бы предложить вот в предстоящем девяносто первом году например, такого вот чрезвычайно популярного, сейчас я бы сказал, популярного вместе с тем, как эстетика, это очень высокая проза, это итальянский писатель Умберто Эко, наверное, многие из нас уже читали, ими розы, а сейчас не менее популярный роман «Маятник Фуку». В свое время Василий Аксенов, наш, так сказать, отечественный писатель, вот, открыл для нас такого американского писателя, Доктор Роу. Мы намерены дать его, значит, новый роман, с которым тоже может читатель наш познакомиться, и я думаю, что, конечно, для читателей будет чрезвычайно интересно, и они могут предвкушать какую-то, ну, новую встречу с такой популярной и любимой писательницей, как Франсуаза Саган, «Жидкая кровь» называется этот роман, вот, я думаю, что он как раз будет баланс некий создавать в нашем творческом портфеле, как чтение, ну, популярные детективства, естественно, так вот. И что бы мне еще хотелось сказать для наших читателей, я думаю, это очень любопытно, и сейчас будет вызвать, наверное, все-таки широкий интерес, мы будем печатать главы из биографии о Маргаре, о Маргаре Тэтчер, то есть у нас будет, значит, документальная проза о Маргаре Тэтчер. Спасибо, Чингис Тарукович, планы действительно интересные. Ну, планы планами, но как их осуществить? Будем все надеяться, что... Без бумагой дефицит, я понимаю, что мы не должны об этом, в общем-то, рассказывать читателю, но я лишь по той причине, что мы действительно в этом году попали в Тэтчер. И я хотел бы, чтобы читатели правильно поняли наше положение. Здравствуйте. На хоккейном чемпионате страны сегодня четыре матча. Лидер ЦСКА принимал в Москве минских динамовцев. Надо сказать, что работникам малой спортивной арены в Лужниках, где проходил матч, пришлось потрудиться, чтобы после соревнований теннисистов на Кубок Дэвиса в короткий срок вернуть арену в ее привычное состояние. Матч был нелегким для лидера. Уже в начале встречи после броска рассолька ничья не вышли вперед. На 13-й минуте Коваленко восстановил равновесие. Итог первого периода ничья 1-1. Вскоре после перерыва шайбу забрасывает Антоненко. Динамовцы вновь впереди. Но класс есть класс и армейцы хотя и с большим трудом все же побеждают. Правда с минимальным преимуществом 3-2. Результаты остальных матчей. Столичные Динамовцы в Казани победили Итиль 3-0. Химик в Ленинграде выиграл у местных армейцев 4-2. Встреча Динамо Рига трактор еще продолжается. Болельщики столичного Динамо ждут от своей команды серебряных медалей. Матч в Москве с Памиром был для динамовцев крайне важен в борьбе за второе место в чемпионате. Хотя погода была явно не футбольная. Игра получилась интересной. За минуту до перерыва удачно выполнил штрафной Добровольский. И второй гол ворота Памира был забит после розыгрыша стандартного положения. Пилипчук головой послал мяч в сетку. Лишь на последних секундах встречи Рахимов с пенальти сократил разрыв в счете. 2-1 победа Динамовцев. С 26 очками они вышли на третье место в турнирной таблице и лишь на очко отстают от ЦСКА. А впереди киевские Динамовцы 30 очков. Один из последних в этом сезоне больших призов в гонках на скутерах Формула-1 был разыгран во Франции. Осенью, когда погода портится, возрастает вероятность аварии. Даже небольшая волна или поры ветра на скорости почти 200 километров в час могут поднять лодку в воздух. На этот раз такая неприятность случилась с японцем Ишикавой. Впрочем, серьезно он не пострадал. А победителем стал австралиец Крейг Бейли. Но а здесь без хорошей волны нет самого соревнования. Бразильцы в совершенном восторге от нового вида спорта состязаний по каноэ серфингу. Участники демонстрировали эффектные трюки. Каноэ достаточно легкие, чтобы развивать высокую скорость. И в то же время они должны быть прочными, чтобы противостоять ударам волн. 50 смельчаков участвовали в первом чемпионате Бразилии на Атлантическом побережье в 120 километрах от Рио-де-Жанейро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok